А пока к другим темам дня. В Братском районе действуют два лесных пожара. Площадь каждого несколько тысяч гектаров. Кто и как пытается спасти тайгу от верной смерти, расскажет Петр Неупокоев. Это не бездумный расход воды, а обязательная проверка оборудования для тушения пожаров. Такие проверки на Братской пожарохимической станции проводятся даже когда леса не горят. К сожалению, такого здесь с начала пожароопасного сезона не помнят. Вот и сегодня минутная готовность и в путь на борьбу с лесными пожарами. Сегодня работают почти рядом с домом. Лес горит в 70 километрах от Братска. Накануне тушили крупный лесной пожар в Нижне-Илимском районе, до этого в Вихоревке и Анзебе. Работы много, поэтому трудятся мужчины посменно. Особенно не просто приходится самым молодым борцам с лесными пожарами. Артем Шестаков в бригаде с 1 апреля. За это время прошел в прямом смысле и огонь, и воду. Самое трудное, это когда ты находишься в дыму, можно задохнуться. И главное держаться вместе, вдвоем, втроем, чтобы люди друг друга видели. Для этого специально выдали форму, чтобы в дыму было видно, где находишься, что с тобой. Когда я первый раз тут начал работать, сзади я не услышал, как огонь подходит. И мне отозвали, сказали, чтобы я отошел. Я отошел, успел. Спасибо. Я где оттуда? Хожу, хожу. Помощь людям, техника. В братском лесхозе около 60 пожарных машин, бульдозеры, которые больше похожи на военную технику, и даже катера. Ведь добраться в некоторые сложные районы можно только по воде. Введем патрулирование ежедневно. Можно посмотреть, у нас есть водный транспорт, это катера. Где патрулируют, даже применяются труднодоступные места по берегам. Это катер, который у нас есть по доставке людей. Оснащены работники лесхоза, что называется, по полной программе. Вот только, скорее всего, программа расширится уже в ближайшее время. С опасением борцы с лесными пожарами ждут периода сбора ягод. Ведь когда люди приходят в лес, пожаров всегда становится больше. Петр Небокоев, новости по будням.